Предыстория такова. Мой египетский знакомый с братьями приобрел участок для сельскохозяйственных работ. И все бы ничего, только участок этот в пустыне возле гор. Вот и отправился я посмотреть, как египтяне занимаются сельским хозяйством, выращивая что-либо на каменистой пустынной поверхности. Назвал я этот рассказ, имея в виду старый еще советский фильм моего детства. Но, как кажется, сельское хозяйство в египетской каменной пустыне в большей степени демонстрация той метафоры из означенного кинофильма. И говорить следует не о приспособляемости растений, а о трудолюбии египтян. Даже когда я договаривался Соля, что он покажет мне землю, которую приобрел, как он сам рассказывал недорого, так как речь об участке пустыни, я не предполагал, каким будет этот фильм. И говорю я не только о том, что еще не знал, как я сниму кадры, но о том, что я совсем не представлял себе, где можно заниматься сельским хозяйством. Мне в голову не приходило, что сельскохозяйственными угодьями может стать пустыня, где я изредка прогуливаюсь, когда иду к какой-нибудь гробнице или руинам древнего города. К слову, когда мы въехали в пустыню из города, мы приезжали мимо чрезвычайно редко посещаемого древнего храма. Этот храм Исиды непопулярен, так как находится довольно далеко от туристических маршрутов, приблизительно в трех с половиной километрах от Медене-Табу. Но барельеф и великолепный, храм стоит посетить и, наверное, когда-нибудь я сделаю о нем ролик. Пока же расскажу о путешествии в пустыню. Итак, наш путь лежал к самым горам. Как я уже сказал, мои рассказчики относительно недавно приобрели участок и планируют превратить его в своего рода оазис. Оговорюсь, терминология моя. И если бы не длительная поездка, когда я мог осмотреть соседние участки и пояснительная беседа, наверное, увидев этот кусочек пустыни, я бы не допустил мысль, что тут может что-то расти. К тому моменту, когда мы добрались до конечной точки путешествия, мы проехали мимо множества, очевидно, некогда пустынных участков, которые теперь на пустыню совсем не похожи. Зеленые участки чередуются, соседствуют с пустынными, что позволяет утверждать, что оазисы – дело рук человеческих. Если приглядеться, то видно, что плодородная земля заканчивается там, куда очевидно не идет крестьянин, то есть там, где заканчивается его земля. Повторю эту мысль – пустыня отступила только из-за труда крестьян. Там, где работа по какой-то причине остановилась, вновь пустыня. Основная задача, которую поставили мои гостеприимные хозяева – добыть воду из скважины. Как они мне рассказывали, скважина глубиной 80 метров. Первые опыты были удачными. Но что-то пошло не так, как планировалось. Случается, что воды совсем мало, и она весьма грязная, смешанная с глиной. Это ребят не останавливает, и они, как мне объяснили, будут обдумывать, что предпринять для спасения источника воды. Подробнее я расскажу об этом в следующем ролике. Пока, перед тем, как снова добывать воду из недр, неунывающие фермеры вынуждены возить несколько сот метров воду в канистрах, чтобы поливать пока редкие кустики на своей земле. И нужно отметить, редкие или нередкие, но они все же растут из той самой каменистой пустынной поверхности. В общем-то, основное это вода. Прочее, скорее, сопутствующие. Когда бесперебойная добыча воды будет обеспечена, сюда привезут чернозем. То тут, то там можно увидеть кучи чернозема. Как мне пояснили, многие рассчитывают на разрабатываемый моими рассказчиками источник воды. Сейчас же новые крестьяне сельским хозяйством занимаются еще не слишком много. И после полива еще пока редких растений, если они не заняты скважиной, они гуляют по горам или устраивают пикничок в ущелье. Должен отметить, место весьма живописное. КОНЕЦ Еще мне понравилось, что довольно часто я видел огромные солнечные панели. То есть египетским крестьянам таковые посредства. И мои экскурсоводы также предполагают установить у себя такие. Впрочем, повторю, очевидно, основой успеха является не солнечные панели или тракторы, а трудолюбие и упорство. Как мне кажется, рассказывать о сельском хозяйстве в Египте имеет смысл именно на таком примере. Несомненно, земли возле Нила тоже нужно обрабатывать. Но примеры, как крестьяне превращают пустыни в цветущие сады, и многочисленность таких примеров, можно сказать, почти предельная характеристика египтян. Глядя на то, как довольно много где пустыня сдалась, остается только восхищаться трудолюбием. А ребятам, устроившим мне эту экскурсию, остается только пожелать, чтобы те трудности, которые стали препятствием, разрешились, и воды стало достаточно не только для нескольких растений вдоль дороги. О работах по добыче воды из скважины в следующем ролике. КОНЕЦ КОНЕЦ